Добро пожаловать, мой лор! Вы в сотый раз начали играть в Стронхолд. Это здание нужно строить рядом с другими. Вам нужно построить склад, господин. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Углук! Попрошу подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк этому ролику. Продолжаем наслаждаться суровой атмосферой средних веков. В прошлых сериях мы разобрали две военные компании первого и второго Стронхолда. Там мы обороняли, либо осаждали крепости и захватывали территории. Кто не смотрел, настоятельно рекомендую ознакомиться. Сегодня мы коснемся экономической или мирной компании, где столкнемся с не менее опасными противниками. Будь то долгоносики, которые норовят пожрать наш урожай хмеля, или безжалостный мор коров. Мирные компании первого и второго Стронхолда я решил объединить в один ролик, так как каждая из них не очень большая. Надеюсь на ваше одобрение и комментарии. Дамы и господа, усаживайтесь поудобней. Всем приятного просмотра! Перед нами экономическая компания Стронхолд. Королевский двор готовится к грандиозному банкету. В связи с этим нам дают очень важное поручение заняться производством сыра и эля. Размещаем общины дом и ставим амбар. Затем начинаем заготавливать древесину. Для производства сыра нам необходимы коровьи фермы. Чтобы вырастить хмель, ставим хмельники, а сам эль будем варить в пивоварне. Поселение развивается, запасы провизии пополняются и, к счастью, на нас никто не нападает. Но есть и другие трудности. Например, чума. Иногда будут появляться вот такие зеленые облачки, которые представляют собой смертельную угрозу. Перед тем, как мы начнем варить эль, необходимо дождаться урожая хмеля и всеми силами уповать на то, чтобы не появился долгоносик. Зато возникла другая проблема. Преступники обворовывают наш амбар, сэр. Перед тем, как начнется масштабное вариво эля, хозяйственные тетушки привели в порядок пивоварни, подмели улицы и с первой партии хмеля принялись за работу. Из огромного чана начал появляться на свет добротный эль. После того, как мы завершили первое задание, нам необходимо пополнить королевскую оружейную, а именно изготовить луки и наковать мечи. Местность, куда нас отправили, не очень удобная. Для производства пищи будем использовать яблоневые сады. А вот залежей железа тут, к сожалению, нет. Из чего же ковать мечи? Это мы скоро узнаем. Вскоре наше поселение начали терроризировать волки. Но к нам на помощь явились монах и лесные разбойники, вооруженные луками. Лучники расстреляли хищников, а мы продолжили развивать хозяйство. На рынке следует купить железо. После чего кузнец начнет ковать мечи. Луки делаются, как мы помним, из дерева. С этим проблем нет. Иногда наши яблони будут плохо плодоносить. Возможно, это связано с вредителями, неблагоприятной погодой, почвой. В общем, есть масса причин. Но наш суеверный народ это объясняет по-другому. Странно. Со всех яблоня пали листья. Это ведьмина работа, сэр. Ведь не стоит забывать, что все действия происходят в средневековье. Несмотря на все эти проблемы, нам удалось изготовить нужное количество оружия. Далее необходимо основать небольшой городок для снабжения замка зерном. От нас требуется увеличить население, а также пополнить казну запасом золота. На этот раз нам предоставили очень удачное место. Здесь имеются поля, на которых посеем пшеницу. Недалеко в лесу проживают зайцы, но в целом они нам не мешают. Трава зеленая, гуляют лесные животные, слышно журчание реки. В средневековье прекрасно все. Как только пшеница появилась на складе, мельники начали делать муку. Из труб пекарень повалил дым, то готовился хлеб. Но и тут не все так просто. Нашу пшеницу поразила какая-то болезнь, сэр. Вскоре возле амбара разместилось целое поселение пекарей, которые снабжали нас едой. Запасы провизии растут, господин. Вскоре наши разведчики заприметили неприятеля. В связи с этим, королевские мастера начали возводить замок в горном ущелье. Но из-за опасности он был недостроен. Нам следует завершить сооружение замка, чтобы блокировать приближение врагов. Помимо этого, необходимо заготовить запасы хлеба, камня булав и изготовить кожаную броню. Действовать нужно быстро. Для начала сносим недостроенные башни и стены. Также не забываем разрушить непонятные руины. Таким образом мы немного пополним запасы камня. Затем в срочном порядке загораживаем проход в нашу долину вот таким ювелирным способом. Лучников отправляем на укрепление и одновременно развиваем экономику. Вскоре начались проблемы. Разбойники решили устроить набег на наше поселение. Милорд, нам изра! Но это полбеды. Из-за жары стали возникать пожары. Чтобы хоть как-то бороться с огнем, необходимо поставить колодцы, возле которых будет дежурить паренек с ведром. Задание проходится немного в стрессе. С внешней стороны бесчинствуют бандиты, с внутренней разгораются пожары. Из-за неудобства местности, все наши постройки, мастерские и пекарни приходится ставить практически вплотную. А это в свою очередь небезопасно. Поэтому, где только можно, по периметру всей нашей инфраструктуры ставим колодцы. Также следует обнести каменной стеной часть нашего поселения. Это будет считаться замком. Таковы условия победы. Несмотря на все проблемы и невзгоды, в наше поселение прибыла ярмарка с жонглерами и пожирателями огня. Хоть какая-то радость для перепуганных крестьян. И вот, наконец-то, заключительная миссия первого странхолда. Необходимо увеличить запасы золота. Для этого нас отправляют в старый замок на болотах. Хозяин этого места был очень жестоким человеком. Это видно по наличию приспособлений для пыток и казней. Для более спокойного и эстетического вида я решил убрать эти сооружения. Затем засаживаем замок яблонями, сеем пшеницу и печем хлеб. Иногда население будет скашивать чума. Но в средневековье такие вещи в порядке вещей. Это словно насморк. Основным способом заработка является добыванием нефти на болотах. Поэтому, где только можно, расставляем нефтяные платформы. А для расширения производства пищи можно снести стены. Все равно на нас никто не будет нападать. С завершением этой миссии подходит к концу экономическая кампания первого странхолда. Попрошу не расходиться. Сейчас будем разбирать вторую часть. Кампания носит название «Бремя государства». Обратите внимание на картинку. На ней изображен пир. А на переднем плане стоит шут с грустным лицом. Отложите у себя это в памяти. Мы еще увидим данную сцену. Вся кампания происходит на одной карте. Но, уверяю вас, действия будут насыщенно и увлекательны. Сэр Эдвин начал грабить своих крестьян. Сэр Грей большую часть своего времени спит. И ему, похоже, вообще на все плевать. А вот благородный сэр Вильям в перерывах между крестовыми походами постоянно ухаживает за леди Сиреной. Последняя надежда короля – это мы с вами. Именно с помощью нас этот округ превратится в процветающий край, который будет приносить прибыль королевской казне. Первым делом нам следует восстановить старый маяк. Много лет из-за его неисправности корабли разбивались о скалы. Но наряду с этим необходимо запастись провизией. В этом нам помогут яблоневые сады. Работа начинает кипеть. Крестьяне собирают урожай, а дровосеки снабжают склад качественными досками. Для реставрации маяка прибыли монахи. В прошлой серии мы видели, какой недюжиной силой они обладают, перенося доски либо камни голыми руками. Благодаря чему огонь на маяке был зажжен. Маяк построен и зажжен, господин. Скоро состоится мое посвящение в рыцаре. Но сперва я должен обучиться прилежным манерам, а именно питаться как уважаемый лорд. Эй, еще вина, чтобы обильно помочиться. Обычный люд даже яблоком рад. А наша тонкая натура требует более экзотической еды. Например, свинину и овощи. Поэтому ставим огороды и свинофермы. Все эти деликатесы будут храниться на кухне. Там же они будут готовиться. Но а пока работы нет, можно увидеть, чем занимаются наши кухарки и поварешки. Теперь настало время заполучить еще одно поместье и свой собственный замок. Однако, этот замок следует восстановить. Возникла схожая ситуация из первой части игры. В нашем поселении начались пожары. С огнем справятся водоносы. А вот, чтобы восстановить замок, потребуется камень. В этом нам поможет ввозчик. Приказываем ему отвозить камень в соседнее имение. А затем наблюдаем, как непоколебимые монахи начнут работать. К сожалению, наше старое поселение поглотил огонь. Но зато мы успели переселиться в новый каменный замок. Вскоре пришли вести от сэра Вильяма. Он со своими воинами отправился в очередной крестовой поход. Поэтому нам поручает присмотреть за его имением. Это место наводнили волки, которые сильно пугают крестьян. Еще одной проблемой стали разбойники. И так получилось, что на нас навалились все проблемы сразу. Сгорели яблоневые сады, обвалился амбар, прижали бандиты. Пришлось отстраивать все заново и увеличить численность гарнизона. А чтобы наши крестьяне больше не волновались, поставим таверну, где они смогут проводить время за кружечкой Эля. Волки по всей окрестности были расстреляны лучниками. Набеги бандитов с легкостью отбивались. Одним словом, наше поселение процветало. А вот в соседнем поместье, который принадлежит сэру Вильяму, начался голод. Нам следует помочь бедным жителям, снабдив их пищей. Тут все просто. С помощью караванов будем поставлять соседям яблоки. Следующим нашим заданием будет привести в порядок соседнее поселение, расположенное на болотах. Ситуация катастрофическая. Имение тонет в говне и крысах. С нечистотами справятся золотари, а грызунов будут отлавливать сокольничьи. Теперь осталось разобраться с разбойниками. Мы нанесем удар в самое их логово. Сэр Вильям опять замыслил крестовый поход. А нас попросил снова присмотреть за его поместьем. Вот тут надо уже по полной программе угождать крестьянам. Кормить их разнообразной пищей, проводить духовные службы и даже устраивать веселые ярмарки. Возвращаемся в свой каменный замок. Теперь нас просят заняться изготовлением мечей. В этом нелегком деле у нас появился конкурент, сэр Эдвин. Кто первый накует огромную кучу оружия, с тем заключит выгодный договор. Нужно очень сильно постараться. К сожалению, в нашем поместье нет залежей руды. Ее нам будут доставлять соседи. С первой партии железа наши кузнецы принялись за работу. В оружейную стали поступать клинки. Сэр Эдвин не выдержал поражения в экономической дуэли. И решил напасть на замок сэра Грея, который проспал осаду. Нам необходимо отбить атаку. С прошлых заданий у нас осталась целая армия лучников. Вот их как раз хватит, чтобы разобраться с вероломным захватчиком. После того, как Эдвина посадили в клетку, нас направили перевести в порядок его поселение. Тут царил полный бардак. Повсюду бегали крысы и валялись кучи нечистот. Граждане доведены до отчаяния. Они готовы вот-вот уйти. Первым делом нужно снести все ненужные укрепления и постройки. На освобожденной территории расставляем помойные ямы и вышки с соколом. Тут пришлось лавировать. Иногда понижать налоги, а иногда повышать рацион питания. Благодаря нашим стараниям, эта дыра превратилась в процветающее поселение. Все были счастливы. Люди просто боготворят вас, сэр. В честь нашего успеха, король решил закатить грандиозный пир. На него соберутся уважаемые люди со всего королевства. Так что все должно быть устроено безукоризненно. Необходимо добиться уважения и заготовить деликатесы. А именно угрей, гусей, свиней, овощей и вина. Всего этого должно быть по 70 единиц. Задача не из легких. Но, к счастью, соседние поместья будут нам в этом помогать. Времени у нас немного. Поэтому используем соседские земли для наращивания хозяйства. Первым делом я освободил место для ресталища, на котором будут проходить рыцарские турниры. Это здорово повысит уважение. В каждом поселении нужно ставить кухни, внутри которых будут храниться деликатесы. На западном поместье разместим пруды, в которых начнем выращивать угрей и гусей. В болотистом имении разведем свиней, а на востоке расположим огороды. Пусть крестьяне начнут все это добывать. В центральном нашем поселении расчистим место для виноградников, а затем поставим винокурни. Как только поспеет урожай винограда, из него начнут готовить добротное вино. Вот таким нехитрым способом. Экономика налажена, во имя нашей славы состязаются рыцари, а мы тем временем наладим логистику и с помощью перевозок будем доставлять деликатесы. Начнем турнир! Вы уверены, что хотите сразиться с ним, сар Вильям? Может найти вам противника поменьше? А этот шут уж больно кого-то напоминает. На этой радостной ноте заканчивается экономическая кампания Stronghold. Дорогие друзья, я искренне рад, что вы уделили ваше внимание, надеясь на ваши лайки, подписки и комментарии. Всем мир, всем счастья и любви! Берегите себя! С вами был канал Углук. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok